Привет! Не ожидали, да? Я тоже не ожидала. Ну в общем, это вся рая часть ответов на вопросе про Ибис. Я надеюсь, видео получится не слишком затянутым, и я отвечу на самые главные вопросы. Так что не будем тянуть и приступим. Сколько бы ни отвечала я на этот вопрос, всё равно самым популярным вопросом остаётся, каким стилусом ты рисуешь. Всё это время я рисовала вот этим прекрасным стилусом. Это стилус Adonin Pixel, он в наборе ещё идёт с такой штучкой для зарядки. Стоит он где-то в районе 70-75 долларов. Я выведу скрин с официального сайта на экран, и выглядит он примерно вот так. Сейчас мы видим, у нас и без стейт на английском языке. Чтобы поменять язык в Ибис, нужно всего лишь поменять язык в настройках вашего устройства. Соответственно, если у вас iPhone, мы заходим в основные. Меняем язык на русский. И теперь мы можем зайти в Ибис, проверить, и всё, у нас поменялся язык. Допустим, мы нашли какой-то очень классный цвет, и мы хотим сохранить его, чтобы пользоваться им потом. Для этого нам нужно открыть палитру, удержать этот цвет, и переместить его туда, где есть свободное место. Многие не поняли, как работает такой предмет, как волшебная палочка. Волшебная палочка работает по принципу заливки, то есть она выделяет какой-то определенный предмет определенного цвета, либо какую-то замкнутую форму. Но в отличие от заливки, она не заливает цветом, а всего лишь создает выделение, с которым вы дальше можете работать, не задевая другие области. Если вы хотите, чтобы волшебная палочка была более чувствительной к оттенкам, или наоборот, менее чувствительной, то есть, допустим, выделяла все похожие красные оттенки, то тогда нам нужно просто открыть настройки и посмотреть силу заливки, выбрать ту, которая вам больше подходит. В последнем обновлении появилась такая очень удобная функция, где вы можете, допустим, начать рисовать ваш рисунок на планшете и нарисовать его на компьютере. Но пока что только в Clip Studio Paint. Для этого мы нажимаем вот сюда, и тут есть инструкция, как раз таки как отправить ваш рисунок на компьютер. Альфа-замок и кадрирование. Что тут такое? Допустим, у нас есть слой, на котором мы хотим перекрасить цвет. Ну, возьмем, например, слой с контуром. Соответственно, для этого мы выбираем этот слой, включаем альфа-замок, и теперь мы можем рисовать вообще где угодно, но закрашиваться будут только те пиксели, которые, ну, соответственно, заблокировались. Для чего же нужно кадрирование? Например, мы хотим нарисовать тень этому котику на отдельном слое, но при этом мы не хотим вылезать за его контур. Альфа-замок тут не поможет, потому что мы хотим рисовать на другом слое. Кадрирование работает почти по такому же принципу, но уже не с данным слоем, а с тем слоем, с которым вы ему кадрировали. То есть мы будем рисовать на слое, но в пределах закрашенных пикселей другого слоя. Также, в отличие от альфа-замка, если мы выключим кадрирование, те области, которые нам до этого были не видны, они вылезают снова. Как добавить текстуры? Если вы хотите добавить текстуры на сам слой, тогда просто выбираем его. А если вы хотите сделать его на отдельном слою, то добавляем и с помощью кадрирования обрезаем. Дальше нажимаем вот сюда, ждем, пока загрузятся текстуры, выбираем ту, которая нам нравится, и добавляем ее. Регулируем размер, как хотим, а если вы хотите ее повернуть, то нажимаем вот на эту кнопочку. Выписи очень много разных прикольных текстур, которые реально могут пригодиться, если вы не хотите вырисовывать какие-то детали сами, например, материалы, там разные узоры, паттерны, в общем, много всего, посмотрите. Следующий вопрос, это как же разблокировать платные кисти, не платя? Для этого мы выбираем любую платную кисть, ну, например, вот давайте вот эту. Нажимаем на замочек, и тут мы выбираем пробный период. Смотрим рекламу, нажимаем ОК, и все, у нас есть все платные кисти, мы можем выбрать любую и рисовать ее в течение 18 часов, а дальше просто продлеваем этот пробный период таким же образом. как сделать, чтобы вот эта вот панель инструментов была, например, не слева, а справа? Для этого мы заходим в настройки и просто выбираем, где нам нужно поставить эту панель. Можно поставить слева, справа, или сделать ее скритой. Это значит, что, чтобы ее открыть, нужно будет нажать на инструмент кисточки. Кстати, мы всю рабочую область можем вообще абсолютно кастомизировать под себя. Для этого мы открываем тут настройки, и в этом меню мы можем менять вообще абсолютно все, что угодно, сбрасывать какие-то параметры, устанавливать что-то более удобное для себя. Также можно посмотреть обучение по каждой функции. Вам будет описание, если вам недостаточно того, что я рассказываю, например. Еще можно посмотреть список поддерживаемых стилусов и, например, проверить, подходит ли какой-то стилус для этого приложения или нет. Кстати, еще одна прикольная штука — это фильтры FX. Тут очень много разных фильтров, начиная от каких-то световых, цветовых, какая-то контрастность, даже есть какое-то изменение форм, какие-то полоски разные, текстуры, даже вот что-то такое есть. В общем, много всего интересного, обязательно посмотрите. Еще что тут удобно, то, что каждый фильтр можно настроить под себя. Например, возьмем какой-нибудь глич, и тут можно все цвета отодвигать на разное расстояние, разную контрастность. Все можно настроить, так вам хочется. Если у вас все еще остались какие-то вопросы, вы всегда можете найти ответы вот здесь. Нажимаем на вопросик, и тут есть полное описание по всем инструментам, по каждому вопросу, который у вас есть. Все можно найти в деталях. Они находятся, если что, во вкладке «Учебники». Ну и последний вопрос на сегодня. На чем же все это время я рисовала? Я рисовала вот на таком стареньком планшете Sony, если я не ошибаюсь, он называется Sony Xperia Z3 Compact. На самом деле, тут особо нечего рассказывать, потому что он уже старенький, сильно лагает и своих функций не выполняет. Так что вот. Но, как вы, наверное, заметили, я наконец-таки накопила на iPad Pro, и теперь я просто счастлива. Вот реально, я прямо очень рада. Ну, а теперь всем большое спасибо за просмотр, за то, что вы так терпеливо ждали это видео. Знаю долго, но я стараюсь. Вот. Все, кстати, я подумала, если у вас есть какие-то вопросы насчет меня, например, возможно, я сделаю типа какой-нибудь Q&A уже про себя. Так что, если вам вдруг интересно, задавайте. Вот. Надеюсь, увидимся с вами скоро. У меня еще в планах много разных видео, так что я постараюсь не пропадать. Все, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok